Бесплатное топливо для автомобилей возможно. В Магнитогорске появилась первая в городе электрозаправочная станция. Воспользоваться ее услугами могут все желающие. Главные условия – наличие электромобиля. Эксклюзивность и экономия. Таким видит для себя электромобиль Павел Мошкин. Необычный для магнитки транспорт мужчина приобрел недавно. Пользуется им лишь в городской черте. Ведь далеко без подзарядки на нем не уехать. Да и в городских джунглях найти место для пропитания железного коня не так просто. Шкафчик прибил, все, подъезжаешь, шнурочек от розетки к машине подключаешь, и все, она заряжается. Были моменты, что заряда не хватает? Ну просто как бы приезжал домой, ставил на зарядку, час-два пока можешь перекусить, она подзарядится, и можно дальше свои дела доделать. Теперь проблема уйдет на второй план. В Магнитогорске возле одного из торговых центров на проспекте Ленина появилась первая электрозаправочная станция. Рассчитана она на одновременную заправку сразу двух автомобилей. Говорят, полный заряд батареи обходится автовладельцу примерно в 60 рублей. Вот только теперь тратиться нет необходимости. Самое, что на сегодня, я бы сказал, эффективное с точки зрения будущих потенциальных потребителей, это бесплатное электричество. То есть на сегодня здесь нет никакого счетчика, ничего нет. Однако бесплатным топливо будет не всегда. Сегодня в городе официально зарегистрированы лишь 4 автомобиля. А это значит, что спрос на такое топливо пока невысок. Объем автомобилей, который мы отслеживаем, что он постепенно растет, медленно, но растет, объем заправочной электроэнергии увеличивается. Мы дистанционно отслеживаем, каждую заправку видим на дистанции. При этом Челябинская область один из лидеров по числу установленных заправочных станций. Всего в регионе установлено уже более 14 подобных объектов. Один из них теперь и в Магнитогорске. Я так понимаю, если у нас нет заправочной станции, кто же будет покупать электроавтомобиль? Если негде заправиться, согласитесь. То есть сначала должна все-таки появиться станция. Если граждане увидят и увидят некую стабильность в работе этой станции, я уверен, люди будут покупать. Это однозначно. Сегодня от этого не уйти. Станет ли популярным электромобиль в Магнитке, покажет время. Однако возможности заправить свой необычный электротранспорт радуются не только жители города, но и соседней Башкирии. Елена Старостина, Антон Солохин, информационная служба, медиагруппы Знак.